МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, вот время по вторникам. В эфире радиокомпания «Щелкова», телерадиокомпания «Щелкова», программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадык. Напоминаю, что наша программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. У меня сегодня в гостях начальник финансового управления администрации «Щелковского муниципального района» Александр Фрегин. Здравствуйте, Александр Владимирович. Добрый день. Весьма важное, значительное событие произошло. На прошлой неделе депутаты «Щелковского района» приняли главный финансовый документ нашего района на будущий год. Я имею в виду, конечно, это бюджет. И не только на будущий год, но и на ближайшие три года, то есть 16-й, 17-й и 18-й. Вот сегодня об этом мы и будем говорить. Как, из чего строится бюджет, как он формируется, из чего он состоит, откуда берутся деньги и на что они будут расходоваться. Но прежде чем мы об этом заговорим, я предлагаю посмотреть видеосюжет об этом заседании Совета депутатов, пока он готовится к эфиру. Поэтому первый вопрос о том, какова структура бюджета, как он формируется. Структура бюджета любого уровня довольно проста. Она состоит из трех показателей. Доходы, расходы, дефицит бюджета. Другое дело, что складывается этот бюджет по-разному. В частности, бюджет Щелковского муниципального района, его доходная часть. И основные поступления доходной части, это складывается из налога на доходы физических лиц. Более половины составляют поступления налога, всех поступлений составляют доходы от уплаты этого налога. Второе место занимают налоги, которые взимаются по специальным налоговым режимам. Это упрощенная система налогообложения, это единый налог на умененный доход, патенты, сельхозналог. Третье место занимают поступление от аренды и использование муниципального имущества, к которым относится земля и имущество, которое находится в собственности муниципального района. Прочие налоговые доходы занимают незначительную часть. Расходы муниципального района в основном складываются из затрат на образование, более 80%. Около 10% занимают расходы на другие социальные отрасли. Это культура, это спорт, это социальная защита населения. И около 10% занимают расходы, занимают прочие расходы. Несколько иную структуру имеют расходы городского поселения Щелково. А чем они отличаются? Значит, сюда не входят расходы на образование, а основной объем затрат падает на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство. Где-то примерно по трети. Остальная часть расходов приходится на социальную сферу. И в отличие от районного бюджета сформирована и другая структура доходов. Примерно треть занимают поступление налога на доходы физических лиц. Также треть падает на имущественные налоги. Это налог на землю и налог на имущество физических лиц. И прочие налоговые и неналоговые доходы также занимают одну треть. Вот такая структура доходов. А вот можно спросить, вы сказали, что НДФЛ, налог на доходы физических лиц, формирует и районные, и городские бюджеты. А вот, скажем, налог на землю идет только в городской бюджет. Как разделяется НДФЛ сумма? Жители платят все. Какая часть идет от НДФЛ в районный бюджет, а какая в городской? Согласно действующему законодательству, если брать городское поселение, то из 15% поступающих в консолидированный бюджет района отчисляется 5% в районный бюджет от бюджетов городских поселений, 13% от бюджетов сельских поселений. Соответственно, бюджеты городские, городских поселений идет 10%, бюджет сельских поселений идет 2%. Значит, еще об одной особенности районного бюджета следует сказать, что он имеет очень большую зависимость от областного бюджета. Он дотационный. Собственно, такими же дотационными являются практически все бюджеты Подмосковья, за исключением двух районов Красногорского и Одинцовского на 2016 год. В 2015 году это был Одинцовский район. Все остальные бюджеты являются дотационными. Система формирования доходов и распределения расходных обязательств такова, что практически все бюджеты, за исключением этих двух, не могут за счет поступлений, которое формирует основную налоговую базу, исполнять все бюджетные полномочия, которые закреплены за районами. Поэтому мы вынуждены обращаться к области для того, чтобы получить дотации, которые заменяются дополнительными нормативами отчислений. Ну а с чем это связано? Почему два района покрывают, так скажем, расходы? Значит, это более мощные в экономическом отношении районы. Они обладают более мощной базой, все остальные районы такой базы не обладают. Законодательство, оно закрепляет и доходные источники, бюджетные законодательства, и расходные полномочия по уровню бюджетной системы. Если брать районный уровень, то в Щелковском муниципальном районе из муниципальных образований второго порядка три бюджета являются дотационными. Это городские поселения Фрианово и Монина и сельское поселение Трубино. Все остальные поселения являются самодостаточными. То есть доходная база позволяет покрыть расходные полномочия, которые закреплены за этими муниципальными образованиями. Я думаю, сейчас мы уже сможем посмотреть наглядно. Нам расскажут, из чего формируется бюджет. Режиссер подсказывает, что пока сюжет еще не готов. Поэтому задаю еще один вопрос. Как изменились условия? Наверное, всех волнует. Конечно, сейчас кризис, цены растут. Доллар с евро взлетают сегодня, по крайней мере. Так это произошло до рекордных значений. Как изменились условия формирования бюджета по сравнению с прошлым годом? Условия формирования бюджета, безусловно, они очень жесткие. Изменились макроэкономические показатели. Причем зачастую не в лучшую сторону. Никуда нам деться от наличия инфляционных процессов. Они развиваются и будут развиваться в дальнейшем. Все это необходимо учитывать. Упали темпы роста по ряду налоговых поступлений. Не сами налоговые поступления, как таковые, а именно темпы роста. Достаточно сказать, что по налогам на доходы физических лиц рост составил где-то 3-4%. Мы планируем. В лучшие годы это было 10-11%. И мы добивались таких темпов роста. А с чем это все? Что касается неналоговых поступлений, то они упали ввиду выбытия ряда объектов. В целом на небольшую сумму, но они упали. Поэтому эти параметры необходимо было учитывать. Кроме того, необходимо учитывать, еще раз повторяю, и высокую степень зависимости от областного бюджета. И иски связаны с возможным изменением объемов помощи из областного бюджета. В прошлом году, уже в конце года, был принят закон областного бюджета, который менял сторону уменьшения отчисления от регулирующего источника. Им является как раз налог на доходы физических лиц. Поэтому вот эти риски, вот эти опасности нам необходимо учитывать. Это будет как бы наша подушка безопасности. Что касается бюджета городского поселения, то он является самодостаточным. Здесь нет, здесь доходы, которые поступают в бюджет, покрывают все расходные полномочия городского поселения. Поэтому возможность для маневра, безусловно, больше, чем в районном бюджете. Ну вот, если можно, на конкретных примерах. Вы сказали, что доходы от налогов физических лиц, НДФЛ, выросли всего на 3-4%. В лучшие годы было 10-11. С чем это связано? Вроде как у нас налоговая ставка не изменилась, зарплаты тоже вроде бы не изменились. Почему так? Здесь связано с общим падением темпов роста производства. Соответственно, стагнирует производство, уменьшается заработная плата. Достаточно сказать, что в бюджетном секторе она практически не растет. Это, безусловно, сказывается на объемные поступления в бюджет. Ну вот, известно, что в этом году как раз у нас районный бюджет сформирован, запланирован, так скажем. Утверден на будущий год и еще на 2017-2018 годы. То есть всего на 3 года. Но, тем не менее, федеральный бюджет у нас утверждается всегда на год. Почему именно районный, городской, муниципальные бюджеты на 3 года планируются, а федеральный на год? Надо сказать, что практика составления бюджетов на 3 года, она принята на федеральном уровне, начиная с 5 года. Значит, и требований о том, чтобы формировать на 3 года бюджеты субъектов федерации и муниципальных образований, будем так говорить жестко, их нет. В обязательном порядке на 3-х летний период, согласно бюджетному законодательству, формируется только федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов. Такая практика прерывалась один раз в 2009 году. И такая практика прервалась вот на 2016 год. Почему все-таки мы приняли решение о формировании бюджета на 3-х летний период? Мы не зависим от поступлений, от нефтегазовых доходов. Нет у нас в бюджете таких доходов. Поэтому, собственно, так же, как и в областном бюджете нет подобного рода поступлений. Областной бюджет, бюджет субъекта федерации, он принят на 3-х летний период. Наш бюджет тоже принят на 3-х летний период, поскольку четкой зависимости не наблюдается от поступлений нефтегазовых доходов, от курса доллара, от цен на нефть, их нет. Поэтому вот эта практика утверждения бюджета районного на 3-х летний период и бюджета городского поселения, она будет практиковаться. Александр Владимирович, у меня вот есть цифры, абсолютные, так скажем, и на будущий год, и на 2017-й, 2018-й. Вот, в частности, доходы на будущий год предусмотрены в размере 5 млрд 113 млн 680 тысяч рублей. На 2017-й год уже 4 млрд 857, ну еще и 685 тысяч рублей, то есть, в общем-то, на 300 млн меньше. Развития практически нет. А на 2018-й чуть больше, чем на 2017-й, но всего лишь на 90-х, на 900 тысяч. С чем это связано? Мы достаточно осторожно подходим к системе формирования доходов бюджета. Лучше запланировать меньше, то есть, демонстрируем достаточно консервативный подход. Что у нас получилось? По результатам 2014-го года бюджет исполнен на 95%, примерно в этих объемах будет исполнен районный бюджет и на этот год, имеется в виду доходы. Соответственно, не будет профинансирован ряд мероприятий. Поэтому мы с большой долей осторожности подходили к формированию бюджета и на 2016-й год, и на плановый период 2017-го и 2017-х годов. Будем корректировать, будем следить за текущей обстановкой, соответственно, носить коррективы бюджета планового периода, то есть 2017-го и 2017-х годов. Время есть. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня у меня в гостях начальник финансового управления администрации Щелковского муниципального района Александр Фрегин. Мы говорим о бюджете на будущий год 2016-й и также на запланированные еще бюджеты на 2017-й и 2018-й годы. Напоминаю, телефон в студии прямого эфира 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы о том, куда уйдут наши деньги в будущем году и последующих. А пока небольшой перерыв, не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Программа по-прежнему идет в прямом эфире. Напоминаю, телефоны нашей студии. 4996, код города, 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы моему сегодняшнему гостю, начальнику финансового управления администрации Щелковского муниципального района Александру Фрегину. Александр Владимирович, мы говорим, еще раз повторю, кто только что включил свои телевизоры, что говорим мы сегодня о принятии районного бюджета на будущий год и еще на два последующих, 17-й и 18-й. И на прошлой неделе депутаты района как раз приняли такое решение, утвердили этот финансовый документ. И я предлагаю сейчас посмотреть видеосюжет о том, как это происходило и из чего строится наш бюджет. Бюджет есть. Совет депутатов Щелковского района утвердил во втором и окончательном чтении главный финансовый документ, регламентирующий, как и на что будет жить район не только в будущем году, но и в двух последующих. Перед этим он прошел публичные слушания, обсуждения на профильной комиссии, первое чтение в Совете, проверку контрольно-счетной палаты на соответствие законодательству. Основа бюджета – экономика, а ее база – промышленный комплекс. В нашем районе 47 крупных и средних предприятий. Основные поступления в бюджет дают 23 предприятия химической, пищевой и перерабатывающей машиностроительной и мебельной отраслей. В 2015 году наблюдается снижение объемов производства по добыче полезных ископаемых в металлургии и в строительстве. Но экономисты считают, что общая положительная динамика будет сохранена за счет других отраслей, а к 2018 году объем производства вырастет на 15-20%. Пример крупному бизнесу подает младший брат. Малое предпринимательство развивается вполне успешно. Его доля составляет 20% в общем обороте предприятий и более 10% объема производства. Одним из важных элементов экономики района остается малый и средний бизнес. В 2015 году на территории района действовали 5,6 тысячи предприятий малого бизнеса, что на 80,6% больше планового показателя. По плановым прогнозным показателям должно было быть 3,1 тысячи предприятий. В целом положение экономики района оценивается как стабильное. Бюджет на 2016 год утвержден по доходам в сумме 5,113 млн. рублей, в том числе 2,5 млрд. межбюджетных трансфертов. Расходная часть бюджета сформирована на основе программно-целевого метода. Финансирование получат 14 муниципальных программ. В бюджете строго увязано их финансовое обеспечение с реальными доходами. В целом более 80% расходов направлены на обеспечение социальных вопросов – образование, культуру, физкультуру и спорт. Общий объем расходов – 5,1 млрд. млрд. млн. Дефицит бюджета Щелковского района в сумме 67 млн. не превышает норматив, установленный бюджетным кодексом. Перед депутатами также выступил руководитель администрации Алексей Валов. Я благодарен вам за то, что вы внимательно подошли к этому бюджету. Все программы внесли в связи с коррективами правильно. В то же время Алексей Васильевич отметил главную задачу – наполнять бюджет. Наполнение казны напрямую связано с функционированием реального сектора экономики. Поэтому очень важно взаимодействие с бизнес-сообществом. Второй источник – инвестиции. Они в этом году существенно снизились. Рост будет невозможен без решения проблемы транспортной логистики. Подвижки есть. Руководитель администрации призвал депутатов к слаженной работе на благо жителей района. Ну вот нам рассказали коротко о том, из чего состоит бюджет, на что будут расходоваться деньги, откуда они будут поступать. Ну а я теперь хочу попросить вас об этом более подробно. И вопрос такой, какие факторы учитываются при составлении бюджета? Составление исполнения бюджета определяется действующим положением, которое принято как в муниципальном районе, так и в городском поселении Щелково. Собственно, аналогичные положения приняты во всех муниципальных образованиях Щелковского района. Составление бюджета начинается или его формирование начинается буквально сразу после Нового года. На Новый 2017 год мы начнем эту работу. Оно начинается с определения объемных показателей, которые предоставляются в областные организации, в первую очередь в Министерство финансов Московской области. Сетевые показатели, если это касается ввода в эксплуатацию новой сети, новых штатов, новых контингентов. Все это необходимо сделать буквально до 1 мая. После этого начинаются процедуры рассмотрения расчетных показателей уже у нас в районе. От администраторов доходов, то есть тех, кто отвечает за наши платежи, в первую очередь это налоговые органы, во вторую очередь это администраторы районного уровня, мы получаем сведения о прогнозируемых поступлениях доходов, то есть формировании доходной части бюджета. В свою очередь бюджетная сеть, которая называется главный распорядитель бюджетных средств, они предоставляют данные о объемах расходов, которые необходимо осуществить в целях реализации программ, которые за ними закреплены. Вот эта процедура, она продолжается примерно весь летний период вплоть до сентября. После этого финансовые органы совместно со всеми заинтересованными структурами приступают к формированию проекта бюджета или бюджетному планированию. Александр Владимирович, извините, я перебью вас, да, вы сказали, что прямо после Нового года начнете уже формировать бюджет на 2017 год. Но тем не менее уже мы знаем, что он запланирован на 2017, даже на 2018 год, и даже цифры какие-то определенные есть. Вот нет ли какого-то... Разночтения здесь нет, поэтому и планируются бюджеты на трехлетний период. Это не означает полную замену всех бюджетных показателей, нет. Это означает сдвиг на год вперед. В этом смысл трехлетнего бюджетного планирования, или еще его называют среднесрочным финансовым планированием. Мы полностью не заменяем показатели, ни в коем случае. Мы корректируем их в связи с изменением экономической обстановки и теми изменениями, которые будут происходить в районе. Например, если мы введем в эксплуатацию какие-то социальные объекты, то, безусловно, это будет корректироваться, поскольку увеличится объем потребителей, число потребителей увеличится. Отсюда увеличатся расходы. Здесь никаких разночтений нет. Но вернемся к процедуре рассмотрения бюджета. После даже не рассмотрения, а формирования бюджета, после того, как все данные будут получены, происходит составление проекта бюджета на планируемый год, если мы берем трехлетний период, на трехлетний период, который уже в готовом виде, в виде решения совета, предоставляется в первую очередь на рассмотрение совета, то есть наш представительный орган, совет депутатов, совет депутатов района, совет депутатов городского поселения или совет депутатов любого муниципального образования. Процедура она одинаковая. Одновременно проекты бюджетов направляются в контрольно-счетную палату и другие организации, которые необходимо его направлять в соответствии с действующим положением о бюджетном процессе. Депутаты несколько раз рассматривают бюджет или это только единственное первое рассмотрение? Сейчас я вернусь опять к этой процедуре. После того, как мы направили бюджет в эти органы, происходят публичные слушания. Это обязательный атрибут в соответствии с действующим законом о местном самоуправлении, 131-й федеральный закон. Публичные слушания проходят с участием всех жителей, которые пожелали присутствовать на них. На них рассматриваются экономические аспекты, параметры бюджета, выступают ответственные лица. Администрация и Совета депутатов, то и здесь процедуры мы соблюдаем. После этого происходит рассмотрение бюджета уже не по Советам депутатов. Согласно действующему в муниципальном районе положению о бюджетном процессе, рассмотрение проекта бюджета происходит в двух чтениях, в городском поселении в одном чтении. Таким образом принимается бюджет. Совет депутатов имеет право либо принять бюджет, либо отклонить его. В процессе рассмотрения бюджета профильными депутатскими комиссиями бывают жаркие споры, неоднозначные натолкования, все это есть. Но я бы не стал их возводить в какой-то рамк. Все это рабочие моменты, которые необходимо решать. Совместное решение, оно всегда приводит в совместный консенсус, приводит всегда к лучшему результату. Поэтому здесь все это решается в рабочем порядке, в очень доброжелательной форме делается. И результатом является уже готовое решение о бюджете, которое подлежит официальному опубликованию. Только что мы посмотрели сюжет о рассмотрении проекта бюджета Советом депутатов муниципального района. Завтра будет рассматриваться проект бюджета городского поселения Щелково. То есть до начала финансового года мы должны принять документ, как это и требует действующее законодательство. Собственно, аналогичная процедура происходит во всех муниципальных образованиях района. Александр Владимирович, давайте вернемся к средней части процесса формирования бюджета. Вы упомянули о публичных слушаниях, на которых до жителей города и района доносится информация о том, из чего будет строиться бюджет. Я предлагаю сейчас посмотреть видеосюжет на эту тему, о том, как проходили публичные слушания в этом году и слушали и городской, и районный бюджет вместе. Как известно, с этого года бюджеты формируются на трехлетний период. А после объединения администрации Щелковского района и городского поселения Щелково их еще и верстает одна команда. На публичных слушаниях оба документа представляли начальник финуправления Александр Фрыгин, начальник управления по экономической политике Елена Митряева, замруководителя администрации по экономике и финансам Инна Ковцева. Принципиальное отличие районного бюджета в том, что социальная сфера образования, спорта и культура занимает в нем 88% расходов. Только образование – это 4,2 млрд. Это же и проблема. В таких условиях у района нет возможности развиваться, особенно на фоне того, что с 2013 года наблюдается существенное снижение объема инвестиций. Руководитель администрации Алексей Валов считает, что инвесторов останавливает отсутствие нормальной логистики. Город закупорен пробкой на Щелковском шоссе и единственном мосту. Хотя дело сдвигается с мертвой точки. Будет мост на улице Фабричной, в проектировании которого примут участие городской и районные бюджеты. Начинаем в следующем году строить мост, который позволит на промышленную зону осуществлять более-менее приличную грузовую логистику. В общем, все усилия администрации направлены сегодня на привлечение инвесторов. Чем их больше, тем больше предприятий, тем больше бюджет и возможности развития. Ну, в общем-то, может быть, не так много людей пришли на публичное слушание. Зал был не полностью заполнен, но, тем не менее, какие-то вопросы были. Какие предложения наши граждане звучали там? Ну, в основном они касались расходной части бюджета. И городского поселения, и района. Ну, что, естественно, трудно говорить о том, что кто-то даст предложение по увеличению доходной части бюджета. Собственно, это нигде не случается. Значит, увеличить расходную часть бюджета на теле или иные нужды, в первую очередь социальные, это необходимо. Сможем ли мы это сделать? Ну, трудно сказать. Я уже упоминал, что есть высокая степень зависимости от областного бюджета. Мы находимся в жестких рамках по вопросам увеличения доходной части бюджета. Поэтому возможности для какого-то маневра, ну, очень и очень мало. Если в прежние годы существовала такая возможность, всегда была надежда на то, что будут дополнительные доходы. А за счет чего? По каким-то источникам. Ну, по тем источникам, которые поступают в соответствующий бюджет. Если это брать районный бюджет, то это налог на доходы физических лиц. Это налоги, которые взимаются по специальным налоговым режимам, в первую очередь. То сейчас такой надежды очень мало. Поэтому здесь и говорится о жесткой экономии, об экономии расходов. Мы не можем позволить себе в значительной степени расширять вот эти расходы, поскольку в ином случае просто окажется коллапс. Конечно, было бы очень хорошо, как и в прежние годы, увеличивать эти расходы. Всегда это приветствуется, это хорошо. Сейчас такой возможности, ну, просто нет. А вообще публичные слушания, они как-то влияют на составление бюджета? Ну, в общем, те же пожелания, мнения граждан. Да, мы их учитываем. И при возможности те предложения, которые были высказаны на публичных слушаниях, они учитываются при корректировке бюджета. Сама же корректировка, она может производиться, это называется уточнением бюджета, внесением изменений в бюджет. Количество случаев корректировки бюджета, оно действующим законодательством не ограничено. Когда происходит корректировка бюджета? Ну, как правило, по результатам или по итогам исполнения бюджетов за квартал, за полугодие, за 9 месяцев. Когда мы сможем провести определенный анализ причин поступлений или недопоступлений по отдельным источникам. Когда нам известны сроки поступлений отдельных платежей. И с учетом этого анализа мы вносим, мы можем внести свое предложение, в котором и учесть те замечания, которые были высказаны на публичных слушаниях. Ну, давайте перейдем теперь к основной, скажем, первой статье бюджета. Это его доходная часть. В сюжете о том, когда депутаты принимали бюджет на будущий год, прозвучали такие цифры, что у нас в районе несколько десятков крупных предприятий, которые платят налоги бюджета, и несколько тысяч мелких и средних предпринимателей, которые тоже, естественно, начисляют какую-то сумму. Вот хотелось бы узнать, какие предприятия нашего района являются крупнейшими налогоплательщиками? И вообще, какова доля их в общей сумме поступлений? Крупнейших налогоплательщиков несколько. В первую очередь, это открытое акционерное общество Валентафармацевтика, Щелковский биокомбинат, закрытое акционерное общество Щелково-Хлеб, открытое акционерное общество ДОК-15, ряд других, которые вносят существенный вклад в формирование доходной части бюджета. Не буду их перечислять все. Примерно половина всех поступлений, в первую очередь налога на доходы физических лиц, это падает на эти предприятия. Второе, я уже неоднократно называл, это налоги, которые взимаются по специальным налоговым режимам. Здесь основной плательщик – это малый и средний бизнес. Именно на них возложена обязанность по уплате единого налога на замененный доход и упрощенной системы налогообложения. Почему? Потому что специальные налоговые режимы, они применяются по отношению к тем предприятиям и организациям, которые в силу обстоятельств, в первую очередь объемных показателей, не могут платить по обычным налоговым режимам, то есть подходят по специальным налоговым режимам. Для них сделаны вот эти послабления в виде уплаты налогов по специальным налоговым режимам. И третью часть занимают поступления, это не налоговые платежи, от использования муниципальной собственности. Это аренда земли, аренда имущества, продажа земли, продажа имущества. В этом случае по договорам, которые заключаются властными структурами, Челковского муниципального района, организации платят в бюджет вот эти виды платежей. У нас есть звонок от нашего зрителя, я предлагаю послушать. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте, да, слушаем вас. Скажите, а вот в опубликованном проекте бюджета очень много различных цифр и разных кодов. А где можно узнать обывателю, сколько и куда будет тратиться денег? Безусловно, та строгая регламентация, бюджетная классификация, она зачастую непонятна гражданину, который непосредственно не имеет отношения к бюджетному процессу. Это есть. Но она и неинтересна, скажем так, она интересна для финансистов и для тех, кто непосредственно составляет бюджет, кто им пользуется, это социальная сфера, или тем, кто платит бюджет, то есть для налогоплательщиков. Поэтому в течение 2015 года в тестовом режиме разработан портал «Открытый бюджет» Щелковского муниципального района, в которой мы постараемся в доступной форме, в доступной и понятной форме донести до населения, во-первых, основные бюджетные параметры, основные бюджетные показатели и объяснить, что это значит. Почему? Потому что многие термины, они для простого человека, который проживает в районе, в городском поселении, они непонятны. Ну, давайте я пример вам приведу, что для большинства населения значат такие понятия, как трансферты, субвенции, субсидии, дотации. Что одно и то же, что-то такое непонятное. На простом языке, назовем этот язык глоссарий, наверное, в открытом бюджете, будет значиться трансферты, простые перечисления из бюджета одного уровня в бюджет другого уровня. Просто и понятно. Но остальные термины, которые связаны с трансфертами, они делятся на три категории. Дотации, субвенции и субсидии. Они тоже будут объясняться, постараемся, во всяком случае, объяснить на простом языке. Ну, давайте сравним его с бюджетом семьи, простой семьи. Дотация. Родители дают ребенку деньги, нет, как раз не тот пример. Дают ребенку деньги и говорят, что тот может покупать на них все, что хочет. То есть здесь не ограничивают в покупках. Это называется дотация. То есть нецелевое использование денег. Субвенция. Дают деньги и говорят, вот как вы привели пример, купи определенный набор продуктов. Мороженое. То есть целевое использование. Целевое использование. Это называется субвенция, по аналогии. Субсидия. Еще один термин. Ребенок накопил деньги на ноутбук, но их не хватает. Поэтому он просит на недостающую часть у родителя. То есть совместное финансирование и называет субсидия. Вот мы постараемся такими терминами объяснить основные формулировки, которые связаны с формированием бюджета. Безусловно, это будет бюджет работающий. Мы будем получать, если мы будем получать замечания, предложения по улучшению введения этого сайта, мы, безусловно, это будем учитывать. Это надо не для нас, это, в первую очередь, надо для населения. Для нас нужны строгие документы. Для населения нужны более понятные документы. Более доступные, которые на простом языке, на примерах, которые я привел, объясняют основные бюджетные формулировки и терминологию. Ну тогда у меня вот такой обывательский вопрос. А когда в полную силу заработает этот районный портал открытый бюджет? Мы постараемся это сделать в 2016 году. Аналогичные мероприятия мы будем проводить по бюджету городского поселения Щелково. Давайте закончим все-таки доходную часть. Нашим зрителям неинтересно. Но вот всех интересует только расходы. Больше потратить. И на публичных слушаниях так было. И опрос мы проводили тоже среди жителей нашего города. Но, тем не менее, интересно, вот доходы есть, доходы идут, но, наверное, не столько, сколько бы хотелось. Я имею в виду, что не все платят налоги-то, я имею в виду, предприятия. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы доходы поступали в полном объеме. У нас полномасштабно работает комиссия по мобилизации доходов, на которой мы рассматриваем неплательщиков, или, как их называют, недоимщиков по расчетам с бюджетом, вызываем на эти комиссии. В комиссии задействован довольно широкий круг структур, включая федеральная структура. И результат от работы этой комиссии есть. Мер какие принимаются к злостным неплательщикам? Безусловно, они принимаются. Причем мы вызываем на заседание этой комиссии не только плательщиков, по которым администраторами, по платежам которых являются, вернее, администраторами, по которым являются органы непосредственно самой администрации, но и по тем платежам, администраторами, по которым являются налоговые органы. Это все налоговые платежи. В докладе на публичных слушаниях прозвучала такая фраза, что еще у нас достаточно широко применяются серые зарплаты. Будет ли конец когда-то? Что делается для того, чтобы их стало меньше? Или вообще не стало? Сказать, что мы со стопроцентным результатом выйдем, здесь, конечно, бы я не стал зарекаться на этот счет. Но, тем не менее, мы рассматриваем вопросы, которые связаны с наличием недоимки, с тем, чтобы вот эта недоимка по своему времени поступала в бюджет. Рассматриваем организации, у которых уровень зарплаты ниже определенного трехсторонним соглашениям. И плательщиков, которые платят серые зарплаты, у которых объемы производства большие, заработные платы маленькие. То есть, все это довольно живая работа, она происходит постоянно. Ну, вот с налогами мы разобрались, но есть еще понятие такое, да, поступление в бюджет, неналоговые доходы. Вы упомянули о том, что это могут быть доходы от использования муниципального имущества, это могут быть доходы от продажи каких-то материальных активов, даже, я не знаю, штрафы те же, хотя там совсем маленькая доля. Но, тем не менее, половину этих неналоговых доходов, да, вот в этой самой статье, составляют так называемые прочие неналоговые доходы, целую половину, 50%. Вот что входит в понятие «прочие»? В понятие «прочие» неналоговые доходы входит поступление от реализации инвестиционных контрактов. То есть выделяется земля-платильщику. Для какой-то застройки одновременно заключается договор, в котором обозначается сумма перечисления в районный бюджет, который он обязан перечислить. То есть все это определяется договорными отношениями. Ну давайте теперь перейдем, наверное, к самой интересной для наших зрителей часть нашего разговора. Я имею в виду, конечно, расходную часть. Уже не раз звучало, что бюджет и нашего района, и городского поселения Щелково имеет социальную направленность. Мы сегодня вышли с оператором на улицу и, естественно, поставили всех в известность, что бюджет принят уже на будущий год. И спросили, на что бы в первую очередь, на какие проекты наши жители потратили бы эти бюджетные деньги в первую очередь. Давайте послушаем и посмотрим заодно тоже, конечно. На учебу детям, на здравоохранение детям. Детей лечить получше. Очистные сооружения, мост нужен второй, потому что город задыхается. Новые очистные сооружения расширять. Не реконструкцию, там не надо, уже лепили, реконструировали. С пробками вопрос решать надо. С пробками, с дорогами. На здравоохранение тоже нужно. Наверное, на социальные, прежде всего. Подумать побольше о молодежи, о подрастающей детворе. У меня стариках, наверное, тоже. Ну, так как я, наверное, являюсь многодетной мамой, для меня это очень актуально, на развитие детских площадок игровых, ну и на поддержку молодых многодетных семей. Дороги в первую очередь бы сделала бы нормальные, на самом деле. Это раз. Ну и детских площадок нормальных побольше. Наверное, знаете, на что? Ну, на детей, может быть. На нас, на людей. На людей, на пенсионеров. На мост строительный. На дорогу, на мост, это самое главное. Ну, на социальные нужды, наверное, населения, я думаю. А так, это уже пусть наши правители, глава и прочие решают. Ну, вот, глаз народа, можно считать, руководством к действию. Звучали конкретные предложения. Понятно, что все, в основном, они социальные. И сразу вот хочу спросить, да, вот, несколько раз прозвучало слово «мост». Я знаю, что в бюджете на будущий год и в районном городском предусмотрена такая приличная статья расходов на строительство моста, наконец-то, нового через Клязьму. В обход, не в обход, но, тем не менее, должен этот отрезок пути разгрузить как-то вечно забитый пролетарский проспект. Что конкретно можете сказать? Насколько реально реализовать это все? В ближайшее время. Ну, я вернусь к первой половине вашего вопроса, когда задают вопрос социальной направленной или не социальной направленности. Хочется ответить, а каким же ему быть? Чем ниже уровень бюджетной системы, тем более социально направленный бюджет. Собственно, исходит из тех задач, которые решаются на местном уровне. Естественно, что у местных бюджетов нет расходов на оборону, на международную деятельность. То есть бюджеты, они будут и останутся социально направленными, никуда от этого не деться. Другое дело, соотношение расходов на социальную сферу здесь может быть разным, исходя из тех полномочий, которые закреплены за соответствующими бюджетами. В бюджете района они, безусловно, больше. Мы уже говорили, структуру расходов где-то 90% занимают, социальные расходы. В бюджете городского поселения они меньше. Почему? Потому что здесь в большей степени присутствуют инфраструктурные отрасли. Что касается строительства моста, то здесь ограничусь цифрами, а саму процедуру, ну, здесь, наверное, обсудят специалисты. На следующий год проектом бюджета эти расходы, проектом бюджета городского поселения, который пока еще не принят, эти расходы предусматриваются. И завтра депутаты городского поселения определят, каким образом это будет реализовываться. Ну, это начало. Поэтому не хочется предварять. Пока бюджет не принят, здесь трудно за что-то ручаться, хотя настроенность общая, все комиссии прошли, комиссии одобрили строительство моста, поэтому пожелания жителей, которые были высказаны на улицах, они учтены. Ну и, безусловно, будем развивать бюджетную сферу, вкладывать деньги и в все социальные отрасли, ну и в инфраструктуру города, городского поселения и района. Другое дело здесь хотелось бы обратить внимание на такой момент, как, что представляют собой расходы и городского поселения, и районного бюджета. Ну, всякая бюджета. Сильно они отличаются, в общем-то? Они отличаются в структуре, да. Если в первом случае это городское поселение превалирует расходы на инфраструктурные отрасли, это жилищно-коммунальные хозяйства, это дорожные хозяйства, то бюджет района – это, безусловно, социальная сфера. Это культура, это спорт и, в первую очередь, образование. Здесь хочется сказать несколько о другом, что всякий бюджетный расход, всякие бюджетные затраты, он имеет две плоскости. Это экономическую и социальную составляющие. Экономическая, она видна каждому. Ее можно посчитать, ее можно пощупать, ее можно увидеть. Собственно, это и обсуждается на заседаниях Совета и в структурах администрации. А вот социальную составляющую, ну, ее трудно, во всяком случае, на сегодняшний день ощутить и определить. Между тем, населению важна именно социальная составляющая, да. По большому счету, большинству, ну, не важно, не сказать, что совсем не важно. Важно, конечно, какой объем денег вложен в ту или иную отрасль. Населению важно, чтобы была услуга лучшего качества, в большем объеме, и она соответствовалась тем стандартам, которые предъявляются. То есть требования современного населения, они достаточно высоки в муниципальном районе. Поэтому всякая услуга, она должна удовлетворять. И в первую очередь обращается внимание именно на социальную составляющую. Отсюда вытекает следующий момент, который связан с программным формированием бюджета. Бюджет, как закон, как решение Совета, которое принято в установленном порядке, он не отражает, по сути дела, именно социальную направляющую бюджетных расходов. Мы видим цифры, мы видим объемы, которые представлены в бюджете и которые разбросаны по программам. Сейчас их у нас 14, и городское поселение оно тоже будет унифицировать с Нового года. Мы постарались сделать унификацию программ городского поселения и муниципального района в соответствии с требованиями области. Все бюджеты формируются в рамках программ. Так вот, в программах уже указана социальная составляющая, и в них указана, на что мы тратим деньги, ради чего мы вкладываем в тот или иной объект, в то или иное мероприятие. Пусть они несовершенны, но первый опыт через это прошли. Все страны, развитые страны, мы же пока находимся в самом начале пути. Поэтому здесь ошибки, они безусловно есть. Они, безусловно, будут присутствовать. Но мы принимаем эти программы, чтобы они, в первую очередь, учитывали требования населения, которые предъявляются к тем деньгам, которые население заплатило или непосредственно из своего кармана в виде имущественных налогов, или опосредованно через корпоративные налоги. Все это платежи населения, и мы обязаны это учитывать. Именно с этим связано формирование программного бюджета. Александр Владимирович, еще один вопрос, которым занимается Ваше финансовое управление, это выделение средств, расходы, естественно, на зарплаты работникам бюджетных учреждений. Вот в связи с, понятно, всякими экономическими, кризисными обстоятельствами стоит ждать каких-то изменений в зарплатах бюджетникам нашего района? Ну, здесь надо сказать, что заработная плата, основное требование, это своевременное и полная выплата заработной платы, и мы стараемся это выдерживать вне зависимости от того, какого типа учреждения. Там, где мы обязаны выплатить заработную плату, обращается первоочередное внимание и главы района, и руководители администрации района. Что касается непосредственно зарплат, то здесь уже третий год, как заморожена заработная плата работникам органов управления, что касается бюджетной сферы, то она повышалась в предыдущее время, на следующий год такие повышения не заложены. Большое спасибо, Александр Владимирович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях был начальник финансового управления администрации Щелковского муниципального района Александр Фрагин, и мы говорили о бюджете на будущий год, на 2016, и на перспективу на 2017 и 2018 годы. И еще раз спасибо. Спасибо за внимание. Смотрите нас каждый вторник программа «Диалог» в 19 часов на Щелковском. Счастливо.